На самом деле, ведь это страшная статистика, 95% населения планеты не имеет вообще никаких накоплений к моменту выхода на пенсию. И, соответственно, дальше, полагаясь на наше государство, а в Китае вообще нет пенсии и так далее, вот и проблема. Вот отсюда рождаемость бешеная в Китае и так далее, потому что это пенсионная программа. Не будет детей много, значит, шансов, это же как диверсифицированный портфель, да, кто будет туда выстрелил, будет оплачивать твою старость. И есть сонная стратегия. Да, да, вот такая, потому что нет накоплений, ничего не делают, ничего не откладывают. А по потребительскому портрету, то, что ты говоришь сейчас, молодежь более рационально стала действовать, не думаю. Вот прямо вот мое ощущение, что это не общий тренд, что молодежь стала рационально тратить. Молодежь, во-первых, стала меньше зарабатывать, к сожалению, и поэтому уже недорогих машин и до квартир. В Европе это вообще сплошь и рядом, да, поэтому больше у них, так сказать, экономика впечатлений. Поэтому там какие-то игры покупаются, там на танках ездят, там как бы виртуальных и так далее. То есть какие-то впечатления получают и думают, что жизнь наполнена чем-то существенным и так далее. Ну, путешествуют в лучшем случае. Вот. А второй же процент, как он и был, рациональных людей, которые также будут зарабатывать, также будут получать высокие доходы и покупать себе хорошую недвижимость, машины. Это такой процент сохранится. А общая масса, да, там где-то находится. Ну, она раньше ничем не занималась.